Федеральные льготники смогут изменить способ получения услуг через интернет. По закону они имеют право получить набор социальных услуг в натуральной или денежной форме. Так вот, если гражданин решил изменить эту форму со следующего года, либо он впервые приобрел статус федерального льготника, ему необходимо подать соответствующее заявление. При наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, это можно сделать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России до 1 октября. К натуральным услугам относятся предоставление санаторного курортного лечения по профилактике основного заболевания, это предоставление лекарственных либо медицинских препаратов и проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно. Федеральный льготник может отказаться получать ту или иную услугу, либо полный пакет услуг и выбрать денежный эквивалент набора социальных услуг. С этого года он составляет 1155 рублей в месяц. Если пропустить срок подачи заявления, то весь следующий год льготник будет получать набор социальных услуг в той форме, в которой получал в 2020 году. Напомним, федеральные льготники – это инвалиды и дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, члены семей погибших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, граждане, которые пострадали в результате воздействия радиации. В Магаданской области проживает почти 6600 таких человек.